И снова приветствую вас на своем канале LRC Garage. Сегодня у нас на обзоре Traxxas в новом кузове Bronco 2021 года. Я решил что сегодня у нас будет цвет красный металлик. Посмотрим его со всех сторон изнутри снаружи и я думаю ближе к концу видео может быть и в процессе мы его с вами разберем скорее всего полностью а собирать его буду потом отдельно а может и не буду посмотрим начнем с аппаратуры аппаратура у нас без изменений TQI на 5 каналов с возможностью установки Traxxas Link Bluetooth модуля для управления данной моделью и не только это через приложение телефона по Bluetooth итак что у нас бросается в глаза с первого взгляда естественно новый кузов новые бампера новые диски складные зеркала на данной модели чего не было на предыдущих по моему ни на одной резину у нас осталась штатная катка и была из изменений которые не видны с первого взгляда это отсутствие клипс и застежки которые теперь у нас интегрированы в подкрылки огромное спасибо Traxxas то что они наконец-то убрали клипс из кузова отовсюду то есть их нет больше нигде все они отсутствуют когда вы едете на модели и хотите ее сфотографировать теперь у вас в салоне не торчат никакие две палки которые очень сильно бесят по поводу тонировки хочу сказать отдельное спасибо она стала темнее чем на предыдущих моделях это значительно улучшила и визуальный вид и значительно ухудшила прозрачность салона я думаю это очень большие плюсы так начнем его потихонечку открывать посмотрим какие изменения у нас там так начнем мы я думаю отсюда вот она прекрасная застежка которая заменяет прекрасные я даже не могу слов подобрать как они мне не нравились клипсы в кавычках естественно я думаю вы понимаете отщелкиваются они у нас одним пальчиком на себя то есть происходит это вот так отстегнули с другой стороны отстегнули приму тоже самое проделаем с задней частью отстегнули и последнее у нас осталось отстегнули и спокойно снимаем кузов что у нас внутри так шоссе мы с вами уберем подальше смотрим на глобальные изменения внутри да у нас тут с вами целый силовой каркас получается вот они эти застежки кузова укрепить не очень верное было бы решение поэтому они сделали вот таким образом в принципе достаточно хорошо все получилось повторюсь пластик очень такой добротный прям приятно в руках держать принцип крепления у нас фендеров такой же как на дефи то есть они усовершенствовали по большому счету они усовершенствовали систему установки кузова defender а здесь полностью стоит подготовка по цвет застежки спереди две сзади две цвет у нас внутри в данном варианте цвета кстати на желтом подложка внутри белая здесь она серая в цвет грунтовки наклейки идут не как раньше на всех моделях отдельно на каждое стекло они идут полностью от передней стойки переднего стекла до задней стойки заднего стекла пассажирского заднее глухое идет отдельно уже ну и соответственно задние тоже отдельно и лобовое отдельно здесь вот это вот одна большая наклейка я думаю хорошо здесь будет видно а теперь мы с вами перейдем к шоссе я думаю по кузову все понятно он полностью новый связи с предыдущими кузовами нет абсолютно никакой а вот шоссе у нас осталось по большому счету то же самое но из самых больших глобальных изменений они вроде мелкие но я думаю что весомые вот эти подкрылки это подкрылки стрейкс 4g 500 то есть с гелика который соответственно также у нас подходили к 3x4 спорт и версии кит и версии соответственно ртр это узкие подкрылки то есть по ширине он сопоставим с геликом то есть он достаточно узкий достаточно низкий я думаю что он во многие места будет пролазить там где не пролазил гелик здесь у нас отсутствуют стойки передние и задние по большому счету здесь особых изменений больше нет то есть давайте загибать пальцы изменение номер 1 это новые застежки под клипсы маленькое изменение номер два это соответственно автоматом ушли у нас стойки передние задние которые напомню очень сильно портили кадры когда вы снимали машину особенно солнечную погоду они торчали из всех возможных стекол дальше конструктив крепления бампера они взяли от 3x4 g 500 то есть от гелика у них здесь нет перемычек которые вставлялись в раму в которой вы вставляли перемычку от бампера на которую вы крепили бампер то есть здесь сейчас это все полностью монолитная конструкция по такому же принципу как у g500 сделана естественно защита качалки мосты естественно они у нас без изменений так как в принципе они достаточно угодные орех у нас цвет с defender про уши но у нас цвет с defender здесь у нас насколько я вижу сквозное отверстие под лебедку лебедка это естественно фейк просто для красоты настоящие я думаю в нашей стране в ближайшее время появится возможно заднее крепление бампера аналогично переднему то есть он монолитный у него крепление исключительно два болта кроме здесь два болта кроме здесь все больше никаких дополнительных болтов нет дальше при визуальном осмотре пороги у нас остались такие же как и были на всех предыдущих моделях диски опять же повторюсь у нас черный глянец резина у нас та же самая приклеенная то есть больше ничего нового вчера когда я его брал в руки у меня создалось впечатление что они что-то переработали в амортизаторах потому что они стали работать намного плавнее и немножко легче может быть они заменили масло с 30 на двадцатку может быть они пошли по пути что делали многие подпиливали внутри корички чтобы они легче ходили не могу сказать пока их не разбирал не смотрел я думаю в этом видео я разбирать не буду и это сделаю потом и сравню с другими амортизаторами по электронике здесь у нас все осталось также без изменений микрушки у нас стоят такие же регулятор у нас стоит такой же xl5 переверну xl5 hv то есть он у нас поддерживает гидридом у нас поддерживает липошки две три банки и в принципе я думаю что трофейкам это более чем достаточно мотор у нас естественно остался титан на двадцать один виток пятьсот пятидесятого класса батарейный бокс у нас остался точно такой же разъем trx id и по визуальным изменениям наверное все да еще есть один момент база у него 324 то есть как у defender а если кому интересно напомню точнее скажу чем отличаются базы 313 вот 324 точнее как их переделать одну в другую рамы все абсолютно у 34 они идентичные отличаются единственное наличием подкрылок либо отсутствие как у спорта конфигурации подкрылок то есть под бронка под блейзер у них идут одни под 3x4 g500 вот точно такие же как здесь только без места под установку кузова они же подходят на 3 4 спорт и подкрылки которые стоят как у defender а то есть у них здесь вот эти подкрылки у них стоят на кузове прикрепленные через перемычки также на кузове а здесь у них стоят просто стойки амортизаторов как у 3x4 спорт то есть они собираются в обратном порядке ставятся друг на друга дальше 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 так по поводу базы 313 и 324 значит самое большое отличие это как ее переделать одну другую передняя часть остается без изменений не меняются не тяги не кардан ничего здесь у нас меняются четыре тяги на задний мост то есть здесь с 324 мы их ставим более короткие они становятся 313 и в параллель можно не менять весь кардан можно поменять достаточно один из хвостовиков то есть на 313 базе здесь стоит одна часть такая большая а другая часть стоит похоже на кардан передний и по большому счету все и вот она вся переделка 313 324 и наоборот так теперь мы с вами я думаю немножко его под разберем посмотрим может быть какие-то будут изменения там но визуально честно говоря я не увидел а я забыл одну очень интересную вещь сказать сейчас я покажу те кто давно ездит на траксисах те кто и давно эксплуатируют знают что на всех 3x4 вот в этом замечательном месте где у нас вот она вот в этом замечательном месте стоит пластиковая качалка и только версии кита 3x4 спорт стоит металлическая и слава богам они поставили металлическую качалку сюда и теперь она здесь прямо из коробки серого у нас осталась кстати такая же да на 2075x с металлическими шестернями ну у меня по крайней мере с ними проблем не было бывает конечно электроника дело такое никто не застрахован от брака и от поломок но тем не менее в режиме не экстремальных поездок она по большому счету отрабатывать себя на все сто процентов да она не быстрая да она не такая мощная как можно поставить аналог или тюнинг но тюнинг это уже немножко другое другая сторона медали немножко другие деньги и финансы ну что давайте его немножко под разберем кстати разбирать его буду но я думаю вы догадались инструментами траксис то есть у меня все траксис в предыдущем видео этом ссылочку оставлю этом показывал практически все свои модели которые у меня там были только один у меня там был аксиал все остальное у меня 3x4 ну что поехали разбирать так немножко разобрал значит я вас чуть-чуть ввел в заблуждение по поводу переднего бампера все-таки он не монолитный то есть здесь вот такая вот конструкция у него идет то есть у него полностью нижняя защита сам бампер и перемычка все-таки они состоят из нескольких частей ну и лебедка естественно вот таким образом они здесь все собраны на болты но опять же пластик повторюсь добротный я думаю с ним что думаю что с ним вообще ничего не будет зимой то есть он и достаточно хорошо гнется можно будет как-нибудь вот так вот сделать и с ним ничего не происходит ни следов не деформации вообще ну естественно понятно это условия домашний скажем полочные на улице это будет все по-другому а вот задний бампер до монолитный полностью от и до то есть это одна деталь дальше в последних версиях трех 4 в особенности это касалось трех 4 кит шасси стали устанавливать с уже включенным тсм то есть это стабилизация я так предполагаю что здесь она уже работает из коробки то есть были варианты вот с этими же модулями точнее с этими же приемниками на некоторых на большинстве из них надпись тсм отсутствовал но ее на самом деле активировать можно она там предустановлено за исключением с портов там двухканальные приемники там ничего этого не было вот из таких мелких изменений они конечно на скорость не влияет но тем не менее цвет хексов немножко поменялся он стал не такой светлый чуть 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 потемнее он стал ну портала у нас с вами без изменений как вы видите большому счету здесь менять ну я не знаю я бы ничего не стал здесь у нас все то же самое все то же самое то есть я сейчас сниму подкрылки я сейчас уберу естественно перемычки подбыл подбывшие стойки и я думаю что мы разницы стрикс 4 defender не увидим никакой а давайте посмотрим давайте я сейчас сниму и следующем кадре мы с вами это проверим а я еще немножко отвлекусь хочу показать как снимается батарейный бокс меня часто этот вопрос задают то есть смотрите вот с этой стороны под подкрылком есть болтик в этом месте он стоял и вот крутил соответственно он же есть другой стороны вот мы здесь стоит вы берете батарейный бокс поднимаете вверх чуть-чуть сдвигаете вперед ставите вертикально поворачиваете и спокойно вытаскиваете он у вас остается в руках все он снят еще остановлюсь на нюансе которые мне периодически задают вопросы как аккуратно снять тросики с места установки к сервам тросики блокировки имеется видом смотрите они стоят вот здесь вот под болтиком то есть болтик надо открутить но не до конца оставить его на месте вытащить вот это вот утолщение тросика из места прижатия к рогам я их называю и аккуратно не снимая вверх тросик сервы его надо убрать в бок он очень легко снимается повторяю очень легко его не надо никуда рвать его не надо никуда драть его не надо поднимать вверх если вы будете его снимать какими-то плоскогубцами или подтягивать чем-то снизу вы можете поломать шестеренки которые там стоят внутри серв а там стоят шестеренки пластиковые они к сожалению ну далеко не всегда бывают в наличии поэтому вот с этими вещами здесь надо быть поаккуратней аналогично это касается сервы коробки то есть в принципе два легких движения два поворота болта отверткой и все снято и все прекрасно еще живет ничего не ломается все поехали дальше а вот и следующий кадр вот такой получился у нас прекрасный конструктор вот и стольки запчастей он у нас стоит много много всего интересного да кстати по поводу амортизаторов если внимательно к ним присмотреться на такое ощущение что цвета нодирования немножко поменялся возможно это действительно что-то поменяли внутри потому что ну производителя точнее не производителя а исполнительных то им делать анодирование они похожи поменяли по пиньону пиньон остался без изменений коробка коробка где у нас коробка коробка у нас осталось соответственно без изменений то есть все идентично мосты у нас как я говорил ранее с defender а серва без изменений 2075 с металлическими шестернями микросерва у нас пластиковыми шестернями 2065 а карданы 324 база тяги качалка рога ну кто-то говорит рога кто-то говорит площадка для установки сервоприводов на мосты и вот такая вот у нас осталась рама вот собственно такой получился обзорчик разборчик этого нового 3x4 ну кузов честно вам скажу мне я не знаю многие скажут что до машины тех времен лучше и красивее но везде можно найти свою красоту здесь нет какого-то прям стопроцентного рецепта каждому нравится свое да еще по кузову хотел сказать он за счет перемычек внутри он стал довольно крепкий то есть его прям не болтает как не знаю там бумажку тоненькую действительно стал крепкий такой собранный прям весь в общем достойно прям хорошо до изменений мало но я думаю здесь сложно что-то поменять я сделаю еще отдельно обзор точнее не обзор чтобы я доделал на 3x ах мое видение и все-таки наверное я разберусь своего серого доджа покажу что у меня сделано там какие там я сделал изменения и может быть скажу сколько это все стоило вот какой-то такой получился обзорчик маленький вам огромное спасибо за просмотр подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии что возможно мне нужно поменять что не нужно нравится ли вам такой формат обзоров ну и в принципе пишите что хотите я буду рад любой критики всем удачи до связи до следующих видео пока